Приветствую вас, Андрей. Если честно, хотелось бы, чтобы вы задали свой вопрос, потому что на данный момент я как-то вот не увидел у вас как такового вопроса. Вы говорите, что не так давно начали общение с девочкой, все хорошо, сблизились и общались как будто всю жизнь знакомы, очень близко и комфортно. Смотрите, значит, вы начали общение. Как вы начали общение? То есть, что вас, собственно говоря, связывает друг с другом? Что между вами общего, например, что вас объединяет? Дальше, все шло очень хорошо, слышите вы. Опять же, важный момент, что значит, все шло хорошо. Меня интересует, скорее, знаете, что вы вкладываете в это понятие, что все хорошо у вас идет. Потому что понятие хорошо у каждого человека может быть, в принципе, свое. Именно поэтому так важно вам определиться с этим, что вы считаете хорошим, как вы понимаете, что все хорошо, а что не хорошо. Дальше идем. Дальше идем. Со временем очень сблизились, общались, как будто все же знакомы, очень близко и комфортно. Ну, опять же, здесь нужно выяснить, что вас объединяет, да? Потому что, вот, на данный момент не очень понятно, что вас связывает. связывает. Что вас связывает, ээээм, друг с другом. Вот. Потому что вы об этом почти не пишете ничего. Дальше, так договорились до встречи, хорошо погуляли без близких и максимум обязательств. Далее продолжили общение, также все отлично, даже еще ближе. А что вы подразумеваете под вот этим вот еще ближе? То есть что вы, ну как вы понимаете вот это вот еще ближе? Я бы хотел чтобы вы как-то вот сформулировали этот аспект. Что для вас ближе, дальше и так далее. Дальше идем. Через неделю она очень охладела, не знаю что случилось, наникал ей прямо говорила симпатии, она мне отвечала, но общение все равно не ладило. ну причин может быть очень много, вплоть например до того, что она испугалась как отношения развиваются, я подумала, посчитала, что к примеру слишком быстро, вот, отношения развиваются и не захотелось чтобы они развивались так близко, а захотелось чтобы, ну в общем, почувствовала, что все слишком спешно идет, вот, так, может быть. Так, до сих пор пытаюсь, а что именно вы пытаетесь? То есть вы пытаетесь наладить общение с ней или как? А если, если дело не в вас, то есть если вот что-то происходит это не за вас, а правда из-за нее, ну как-бы в ней проблема, допустим, что тогда будет, то есть почему вы, во-первых, как вы восприняли Андреевич, что она к вам охладела, вот, мне кажется, что восприняли это вы крайне негативно, вот, то есть восприняли вы это негативно и мне так кажется, что на свой счет вы это восприняли почему-то, вот, то есть вы это восприняли как что-то негативное для себя, вот, ну мне так видится, по крайней мере, данная ситуация и тут, тут, вот, в первую очередь как раз и нужно определить почему вы восприняли это так. Дальше, объясняю тем, что в последнее время устала и депрессует. Ну, значит, ей нужно дать время отдохнуть и не давить на нее, не переставал общаться, не переставал пытаться наладить контакт, в итоге все как и было, что это, значит, очень понравилось и внешне как человек, у меня очень это такое, а было уже и что не получалось у вас устраивать отношения, то есть почему вы не переставали пытаться выходить на контакт, как вот вы говорите, то есть по сути вы это делаете, как мне видится, против воли девушка, она не хочет, она не хочет, да, ей, ну, там, не знаю, ей трудно, к примеру, да, трудно, тяжело, значит, сейчас, вот, на данный момент, а вы, значит, соответственно, на нее давите, вот. То есть я, ну, не очень понимаю, для чего вы это делаете, вот. Я не очень понимаю, зачем вы это делаете, вот. Дальше идем. Так, пытался выйти на конкретику, нет, 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 это не конкретика, на самом деле, это скорее реализация ваших страхов, которые, ну, есть у вас, вот, то есть, вы чего-то боитесь, вот. на мой взгляд, совершенно очевидно, вот. С чего вы боитесь. Дальше. Так, эээ, вот вы пишите, для тебя надоело, просто пошли меня в ответ, да, то есть, вы пытаетесь, эээ, ланжет, ланжет. На нее, на нее, перевесить ответственность за то, что вы чувствуете себя в подвешенном состоянии. Как бы. Вот. Понимаете, какая ссора. Дальше. В ответ говорит, никогда мне не по слез, твердежки, слет, эээ, и все, типа того, но в итоге общения близкого как раньше нет. Ну, обратите внимание, обратите внимание, да, что, эээ, близкое общение, эээ, скорее, нужно вам. Да? Вот. Нужно, нужно, нужно вам. Близкое общение. Для чего-то. То есть, вот это вот, на мой взгляд, эээ, вам стоит для себя понять. Зачем вам близкое общение, почему вы в нем так нуждаете, в этом близком общении, что оно вам дает. Дальше, ээ, ничего не объясняет, так, может быть, и объяснять, ээ, нечего. Вы, эээ, не допускали этот момент, что, может быть, эээ, и, эээ, ну, может быть, и объяснять нечего вообще. Потому что, может быть, ну, у человека, эээ, действительно просто такой период, и все, а даже если и нет, то, ну, ну, правда, не заставлять же вы ее будете. Честное слово. То есть, вы чего добиваетесь? Вот, эээ, своим, значит, эээ, ну, текущим, эээ, поведением. Вот. Вы чего хотите-то? Дальше, эээ, так, эээ, значит, для заметного времяпровождения, значит, сначала я говорила, что занято, переносил на следующий месяц, просто потерпи. Ну, я могу сказать, что она от вас, эээ, вот, сейчас, по моим ощущениям, да, она от вас, эээ, отдаляется. Вот. По моим ощущениям, она от вас сейчас, сейчас, эээ, просто отдаляется. Потому что, эээ, ну, потому что вы на нее, вы на нее давите. Вот. Вы на нее давите, и ей это неприятно. Ну, правда в том, что, никому, никому не было бы приятно. Понимаете? Ну, вот. Правда в этом. Дальше. Значит, ничего не изменилось, все так же плохо, даже не знаю, что сделать. А, вопрос. Вопрос, эээ, к вам. А, что сделать, чтобы что? То есть, эээ, чтобы она была к вам, ну, ближе, например, или как? То есть, эээ, что, что вы хотите сделать-то? То есть, ну, наверное, вы, понимаете, что насильно не заставишь, человек, эээ, ну, насильно не заставишь, эээ, человек, эээ, может, что-то делать. И насильно, не насильно, насильно не заставишь, эээ, человека проявлять, ээээ, себя так? Ээээ, к вам. Как вы, вы этого хотите. А, у меня такое ощущение, да, что вы, в этом прямо очень сильно нуждаетесь. Вот. Вот. Ну, вот мне так, по крайней мере, видится. Вот. Поэтому, вопрос, вот, собственно, эээ, стоит так. Вы, вот, сейчас, пытаетесь девушку, девушку добиться, да? А, ну, для чего? Вы говорите, что она, она мне, эээ, значит, понравилась. Ну, хорошо. Ээээ, значит, ээээ, ну, эээ, хорошо, хорошо, что она вам понравилась. Вот. Ну, так, вы сейчас ээээ... для неё это делаете? То, что делает? Или для ээээээээм себя больше. Вот. Вопрос к вам, у меня. Если вы это делаете для себя, то что именно, что именно вы хотите. То есть, то именно вам нужно. Если вы это делаете для нее, ну, опять же, подумайте, а реально ли вы делаете это для нее. Но пока все исключительно только как бы опирается в то, что вам очень нужно, чтобы она была с вами. Очень вы в этом нуждаетесь. Понимаете? Такая штука. Вот. Ну, соответственно, ага. Нуждаемость нужно снижать, потому что этим вы отталкиваете ее столько. Вот. И ничего хорошего из этого не получится и, в принципе, ну, невозможно будет. Потому что любого человека опалкивает, когда, ну, в нем чересчур нуждаются. Вот. Понимаете? Какая штука. Так что, Андрей, разберитесь вначале в себе, а там дальше уже будет видно, я полагаю. Вот. Если не получится, да, то, соответственно, обращайтесь за помощью. Буду рад вам помочь. На этом все. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если у вас, если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи вам. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok